Субтитры подогнал «Симон» 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 Мы реализуем свою стратегию, которую мы проведем на 2017-2022. Конечно, эта стратегия будет актуализирована, но добрые обучения, добрые практики, которые будут участвовать на нового хозяйства. Контануруем проекты, которые мы начинали, проекты развития. И здесь, в основном, нам на мысли проекты связанные с полиами alternативными, и, прежде всего, с водором. И, думаю, что это будет прошлость, независимо от получения этой транзакции. Хотя, я верю, что она закончится с успехом. То есть, они работают над полием przyszлости, так говорится о водоре, они работают над технологиями, как я понимаю, так? Хорошо, что я понимаю? Потому что в этих технологиях, в том, чтобы мы не купили от других в этом целом выщигу до этой нейтральности климатичной, но имели тоже свои помыслы. Иначе мы будем сказаны, на купование от других. Конечно, так есть. Чтобы помочь засилать поезды огнивами водорыми, мы можем очистить водор до уровня, что трудно себе выобразить, но до уровня 99,999% очистки. Это требует специальных инсталаций для очистки этого водора. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тшев, Вейхерово, Гдиня. Тих kierунков, działań в рамках этого широкого проекта водорого есть много. Мы на Слеске. Или видит Пан какое-то поле для лотоса в этом регионе, который не укрываем, трудный? Здесь zdecyдовала dominующая позиция на поудине нашего края, хоть бы через локализацию рафинерии, ma Орлен. Почекаем, пани редактор, на те помысы для поточного концерна. Myślę, że to będą znacznie większe корысти для środowiska, для społeczeństва и для целого бизнеса. Такие тезы появились, что лотос зникнет с поморца. Czy это правда? Czy так się станет? Не, не, пани редактор. Рафинерия, целое сердце нашей спулки zostает на поморцу. Там есть седзиба фирмы, там с места pracy, там затруднени są wszyscy наши świetни специалисти. Там płacимы податки. To się nie zmieni. По przejęciu przez Пакея на Орлен tutaj będzie w dalszym ciąгу prowadzona działalność. группа лотос ангажирует się bardzo także на рецепт локалных społeczностей. Спонсоруем культуру, спорт, ale также działаем на рецепт развитие локалного бизнеса. А то в такой способ, что контуруем инвестиции, даже в этом трудном czasie. Мамы istотные инвестиции оттворения рафинерии в циклах двулетних. Многие компании, которые выполняют эти работы, это компании из Поморца, из Польской. Павеу Майевски, прежисс Лотосу, был моим гостем. Bardzo сердеcznie дякую за rozmову. Пане прежиссу, дякую. До zobачивания. МИДА Агенция энергии превидует, что из 19% удаля энергии электрычной в взрыве ценности энергии на świeце, в 2040 году этот удал взросли до 24%. В случае Унии Европейской и Польской будет даже больше, потому электрификации будут подлегчить такие секторы как тепло или транспорт. И тут сподзеваем себе такой революции, как в этом моменте в случае фотоволтаики, если chodzi о электрификации и транспорт. Она уже началась, если chodzi о транспорт публичный, автобусы. Natomiast в 2022-2023 году то przегище, то ограничение кошту самоходу спалиного в стосунку до кошту самоходу электрычного будет мяло место. и самоходы электрычные будут лавиного уповсzechnять в Унии Европейской, а ко за тем идти также в Польсце. Стоимы перед огромной transformацией, которая в ciąгу najближших 10 лет споводует, что 1 на 3 МВт продуктовой энергии будет походи из новых объем отнав объем одновременность этой энергии электрычной будет росла и вызвание пред системы энергетичным заpewnienia jego elastyczności, ciągłości достaw, funkcjonowania sieci elektroenergetycznych и заpewnienia по стороне отборцев также дополнительных механизмов автоматизации, звеньшения эластичности, будут для нас очень важны. И думаю, что мы могли в тракте этой дискуссии также о этих элементах далее поговорить. Рzeczywiście планы Orlenu co do budowy dużego koncernу multienergetyczного как-найбардзей współграют с тем, что сейчас происходит на свете, в Европе, прежде всего. Мы должны думать о развитии полиции alternативных. Мы думаем о ЛНГ, СНГ, поливе газовом, которое в дальнейшем церкви в этом миксе будет выступать. Но большинство ваги прикладываем до проектов водоровых. Проекты, о которых Pan вспомнил, czyli hydrocrackingовый блок kolejowy, terminal на Мартве и Вище. Существует проекты, которые правдоподобно также будут контуированы. То в дурачной мере kolejные этапы деказии будут зависеть от нового właścicielа. Natomiast проекты typу Pure H2 и другие проекты водоровые, о которых pewnie też оповем, не видят właściwie alternативы. То значит, независимо от того, czy planована транзакция закончится суккесом, в ко вierzę, говорим о транзакции, те проекты muszą быть контуированы. То есть przyszлость. Веримы, что водор будет паливом przyszлости. Так что те проекты muszą быть контуированы. Но то есть ко до самой стратегии. В этой chwили мы стратегия об обязывающая на лета 2017-2022. Она powinна подлегать актуализации. Но, потому что мы в процессе преживания, то добрые практики фузии и преживания всказывают, что мы должны ся встримать до момента появления потенциального нового ведомого акционариуса, каким будет ПКН Орлен. Музыка. 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 Продолжение следует...